Что сделал Сталин с любовником своей несовершеннолетней дочери? В разгар войны именитый советский сценарист Алексей Каплер завязал роман с дочерью самого Сталина, 16-летней школьницей Светланой, которая была на 23-го года младше него. Об этих отношениях, стоивших взрослому мужчине почти 10 лет свободы, Светлана подробно написала в своих мемуарах. Дочь вождя народов Светлана Аллилуева писала, что осенью 1942 года в разгар Сталинградской битвы Подмосковная дача в Зубаловке стала местом пьяного разгула, к Василию, сыну Сталина. Приезжали гости, спортсмены, актеры, его друзья-летчики, и постоянно устраивались обильные возлияния, гремела радиола. Шло веселье, как будто не было войны. В это же время в тусовке появляется киносценарист Алексей Каплер, еврей и сын когда-то богатого киевского предпринимателя, а в то время военный корреспондент, вернувшийся из белорусского партизанского отряда. Партийное руководство задумало снять фильм о боевых летчиках. Консультантом выступал Василий Сталин, а к съемкам картины решили привлечь Каплера, который стал его приятелем. На одной из закрытых вечеринок 16-летняя дочь Сталина познакомилась с 38-летним корреспондентом и между ними возникли чувства. Светлана писала, нас потянуло друг к другу неудержимо. Люся приходил к моей школе и стоял в подъезде соседнего дома, наблюдая за мной. А у меня радостно жималось сердце, так как я знала, что он там. Мы ходили в холодную военную третяковку, смотрели выставку о войне. Сталин, как и вся московская элита, знал о похождениях Светланы, но радикальных действий не предпринимал. Полковник Румянцев по приказу начальника охраны вождя народов, генерала Власюка, предложил Каплеру на время уехать из столицы в командировку. В декабре 1942 года в газете «Правда» выходит статья «Письмо лейтенанта Эль» из Сталинграда. Вне корреспондент описывает любимые девушки события на фронте, вспоминает их встречи и прогулки по Москве. Заканчивается текст словами, сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля. Все сразу поняли, кому писал сталинградский корреспондент. На такую наглость генсек не ответить не мог. В своих воспоминаниях Светлана Лилуева писала, что отец задыхался от гнева, отобрал у нее все письма и сказал, что Каплер арестован как английский шпион. Забрав бумаги, Сталин начал читать их, после чего сказал, не умеет толком писать по-русски. Уж не могла себе русского найти. 3 марта 1943 года Алексея Каплера арестовали, но в обвинительном деле номер 6863 нет ни слова о Светлане, Василии или других членах семьи Сталина. Корреспондента обвинили в антисоветской пропаганде во время встречи с иностранными журналистами и кинематографистами. Каплер все отрицал и заявил, что он как вспыльчивый человек мог в резкой форме высказываться о пути развития СССР, но никогда не распространял пораженческих настроений и тем более не занимался антисоветской деятельностью. После особого совещания обвинительной группы Каплер удали 5 лет исправительно-трудового лагеря в Оркуте, где он стал штатным фотографом. Из лагеря Алексей Каплер вышел в 1948 году и, хотя ему запрещалось, отправился в Москву. В столицу он попытался увидеться со Светланой, которая к тому времени вышла замуж и родила сына, но был повторно арестован. За нарушение запрета посещать столицу Каплеру снова дали 5 лет с отбыванием срока в лагере для политзаключенных. После смерти Сталин он вышел на свободу и был полностью реабилитирован. На воле корреспондент и сценарист занялся литературой и женился на поэтессе Юлии Друниной. Встретились бывшие возлюбленные в 1954 году во время очередного съезда Союза писателей. По воспоминаниям очевидцев, кремлевский зал был полон людей, но Светлана и Алексей увидели друг друга, хотя и делали вид, что незнакомы. Только уединившись у окна, они долго говорили о прошлом. В 1960-х Каплер вел на телевидении программу Кинопанорама. В 1979 году он умер. Светлана Алилуева в 1962 году вместе с гражданским мужем Браджеш Сингхом отправилась в Индию, где попросила политическое убежище. Позже переехала в США. Умерла в Америке в 2011 году, успев написать мемуары. Что стало с курсантом, который поднял руку на Сталина, но Кеплер еще легко отделался? Сталин был очень злопамятен. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. И не забывайте подписываться на наш канал.